итак дорогие друзья в рамках нашего тренинга базового тренинга по умонарной терапии давайте разберем некоторые анатомические особенности а точнее анатомические ориентиры которые нам нужны в работе но прежде всего мы на человеке смотрим его оси с отростки то есть позвонки да вот давай для этого руки спустим вниз вот голову лучше в мою сторону и пальчиками мы можем их все проверить вот иногда когда голова лежит в бок тут может быть ошибка у вас позвонок может быть повернут а поэтому попробуем попросим для этого перед с лбом с лбом власть надо вот нет все равно он чуть-чуть смещен давайте нарисуем его черным цветом их сожжение вспотел как мастер нарисую слабо рисуют вот уже промахнулся это мы рисуем остистые отростки чтобы нам было понятно ушли они в бок ротированы они или нет сейчас я тебе будет равно весь не весь мокрый футболку там у меня ну или салфетка на салфетке все равно там слабенько видность уже другой фломастер возьмем так ну там уже шея загибается поэтому не будет рисовать все может привык голову как удобнее вот видите мы видим что этот позвонок немножко сдвинут получается влево ну я извиняюсь сегодня жарко человек потеет все равно ничего не видно ладно я дальше просто позвонки помечу то есть вы понимаете да что в идеале они должны идти друг за другом как цепочка такая да и доходит до крестца вот тут начинается крестец соответственно мы видим что некоторые позвонки вот тут вот практически группка такая небольшая вот из трех они чуть смещены влево ротированы здесь вот этот вот наоборот вправо чуть-чуть ведь они до себя ходят это в принципе не критично но сейчас мы это тоже будем исправлять далее нам нужно понимать что возле крестца сам по себе крестец он похож немножко на такую немножко такую трапецию вот дальше идет копчик ориентиром нам являются вот эти вот ямки чтобы проверить симметричность расположение вот посмотрите ставим пальцы на ямки до ставим пальцы на гребень поздушь кости и проверяем симметричность относительно того как лежит человек на столе и относительно того насколько у него идут позвонки дальше вверх для сестры отростки кожа тоже сдвигается ну вот у него видно что вот эти ямки нарисую ну видно что симметрично да то есть проблема в этом нету бывает иногда люди лежат неровно тогда их можно потянуть за ноги и немножко подправить так чтобы они лежали прям ровненько для этого это тоже вот некоторые метод диагностики да можно через пятки посмотреть как на прицел все вот эти выступающие буглы вот две ягодицы до пятки чтобы они были ровно на одной поверхности вот эти вот спинные мышцы и вот эти вот трапеции видите да можете камер посмотреть на вдоль отсюда и видно как прицел за них все ровно идут ровно лежат в том случае нам повезло меня человек повезло что у него спина практически ровная вот здесь идут достаточно большие самые большие наши позвонки это 5 поясничных позвонков 345 они самые мощные самые толстые потому что на них собственно говоря держится весь вес корпуса человека верхнего да и вот самое больше всего страдает в чуть ли не 90 80 процентов точно случаев это вот межпозвоночный диск между или 5 и с 1 с 1 это у нас вот этот вот крестец да ну грубо говоря это их там пять позвонков да но они старше сросшиеся как в один жестко скреплены грудных позвонков у нас 12 шейных 7 позвонков до шейные у нас маркируются c позвонки c1 c5 c6 и 7 грудные этаж либо д вот тут 1 до 1 до 2 кому-то сюда вот отсюда примерно отсюда у нас или позвонки или 1 и 2 и 3 4 и 5 это с 1 с 2 из 3 с 4 и дальше копчика идет копчика это тоже срочно позвонки говорят что вы демент хвоста от обезьян остался сколько в нем позвонков честно говоря неизвестно но нам не надо об этом точно знать там у разных людей по-разному от 3 до 7 позвонков там бывают но это индивидуальные особенности разных наших форм человеческих дело в том что ну а не буду в это углубляться остановимся на вот это позвонки вернее смысле диски межпозвоночном тема поболевая да ты больше нет я говорю что да сейчас да 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 это самый часто случайно для поэтому покажу его красная троих грыжа тут влазит до чуть реже это вот 45 еще чуть реже этого три третий чего не рисует вот чаще всего это соответственно грыжа улазит здесь реже это процентов 20 примерно это шейный отдел бывают грыжа да и еще реже процента два три это отдел грудной но дело в том что грыжа если вы обратитесь к врачу они там иногда 12 позвонков с грыжи у вас да но это не совсем правда иногда они смотря как они снимают показания да я смотря как они интерпретируют вот эти графическое отображение мрт и рентгенограмму скорее всего это не грыжа это предвестник грыжа это протрузия протрузия она отличается тем что она меньше во первых до 3 до 5 мм здесь нами до 5 в пояснице здесь она до 3-4 мм в грудном отделе потому что позвонки меньше и диски соответственно тоже меньше сами по себе и кроме того в грыжи не нарушена пульпозное ядро самого межпозвоночного диска то есть что такое диск давайте просто поясню на доске вот в разрезе это некоторое фиброзное кольцо и в нем в центре есть пульпозное ядро пульпозное дрона такое мягкое пружинистая жидкая как белок лица примерно чуть плотнее а фиброзное кольцо это такая стяжка из переплетенных тканей похожих на сухожильных да или даже знаете какой-то шланг такой вот металлический помните плетение такое вот вот они такси переплетены да и в норме диском идеально вот какой-то формы если у него есть патология он разрушается немножко да и вот выпячивается выпячивание собственно говоря есть грыжа но если выпячивание небольшое ядро на месте да то все таки это еще протрузия и в принципе когда мы делаем массаж что можно в этих случаях делать массаж грыжа это когда у нас разрушение достаточно большое и ядро разрушивать да и она начинает вот вытекать практически до своего центра доходит до границ где очень тонкая стеночка получается при дальнейшем развитие вот она может касаться нервам нервного корешка вот если смотреть на спину вдоль мы смотрим да вот тут примерно находится нервный корешок если в смысле нервный столб спинного мозга от него отходят корешки радикулит называется слово радикулит когда сдавливается то есть радикулит или радикулопатия когда сдавливается этот корешок но он не всегда сдавливается если выходит грыжа и соответственно если он не сдавливается в принципе в этом случае массаж можно делать тем более у нас массаж направлен на декомпрессию то есть мы растягиваем вдоль вот в этой плоскости мы растягиваем следующий случай уже совсем патологичный когда у нас разрушается поздно и фиброзное кольцо да и из него вытекает вытекает это ядро да во первых образуется секвестр который провисает достаточно если это кольцо нарисовать сбоку до позвонки сегмент позвоночно до межпозвонковый диск провисает в этом уже совсем провис тут идет нервный стол позвоночного мозга да он его сжимает уже давит уже идет и радиация в какие-то органы либо но чаще всего это в ноги в поясницу вот сидальщине арбалет это вот и из-за этого бывает но если он уже разрушается уже пошли осколки понимаете от него они травмируют окружающей ткани это еще опасней и вот в этих случаях вообще нельзя делать массаж вообще нельзя делать никакие согревающие процедуры это уже будет опасно вы только наградите человеку а еще если у него пульпозное ядро вытекло да вот красным на красный показал ну понимаете да вот то она является капельки тоже токсическим веществом для окружающих окружающих тканей то есть идет воспаление как правило вот в этом месте да и как правило соседние ниже и выше позвонки тоже воспаляются вот такое большое воспаление в этом случае вообще никакие процедуры делать нельзя тут уже только его операция какие-то иглокалывание нет конкретный здесь уже не поможет вот здесь поможет чтобы снять вот тут в этих случаях еще напряжение на корешки еще здесь поможет здесь уже ничего не заделать но можно нет на укалывание есть такая процедура когда у нас улица игла вот так через пинда нам сюда с жидким азотом жидкий азот быстро испаряется и за счет образование вакуума вот это ядро она втягивается обратно и немножко выравнивается у нас выпячиваем живое все равно печи но начать все равно будет да да но это уже безопасно вот процедура длится хирургическое в данном случае очень быстро 3-4 минуты и человек может стать летим уже сразу в этих случаях можем только снятие болевых синдромов это делается блокада это делается операция когда вычищаются все это сколки срезается кусочек иногда ставится тут металлическая пластина ну про эти случаи вообще не буду говорить про массаж говорит так вот возвращаясь к этому здоровому позвонку так скажем да у нас получается если боль идет вот например в этом месте да а тут как раз у нас гребень подвздошной кости вот так идет на нем собственно говоря ямочка да потом идет он чуть выше вот здесь вперед уходит гребень подвздошной кости вот он рядом так и вот сюда выходит вот например у нас болевой синдром где-то здесь да у человека то соответственно страдает выше позвонок на один выше потому что эти корешки они идут сверху вниз проблема выше если болезнь здесь да или вот здесь то есть скорее всего вот эти вот этих корешков но не всегда идет боль непосредственно от корешков опять же в 90 процентов случаев обращения клиентов это прежде всего мышцы это сковывают мышцы у человека и чаще всего проблема именно сидаешься с зажатием сидаешься в нервы воспаление сидаешься нервы это вообще крайний случай когда он воспален поэтому не покупайте на эти слова это чаще всего это именно мужчина зажатия и мышечную вот эти проблемы можно достаточно быстро избавить вот смотрите как найти где дальше нерв находится есть у нас ориентирую вот это вот . ямка да потом есть сидаешь на кость вот она ее можно нащупать кость да собственно говоря это так кость на котором мы сидим и проекцию такой некоторым не был синяк да 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 на который у вас синяк и если вы сидите на жестко может могут даже мозоль образоваться потом у нас есть вот тут выпирает сразу видно да вот это вертел большой вертел бедренной кости вот если между этими точками собрать вот так вот прямые соединить у нас получается равносторонний треугольник да а в этом да 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 вот поближе подойди а в этом равностороннем треугольнике если прочертить бисектрисы которые вот ровно делись углу пополам то вот на их пересечении получается вот это вот . зона самая больная зона сердечного нерва и собственно говоря когда делают уколы нам говорят делать уколом верхнюю четверть ягодицы да вот здесь чтобы в нее не попасть вот эту точку это выходит вот тут у нас есть еще мы помните прожимали даже эти точки или с каждой стороны да это вот крестец если пять позвонков соединились да то сколько между ними промежутков получается 44 до вы получать по четыре точки мы прожимали почему потому что отсюда идет выходы нервов там все выходят там отсюда нервы отсюда идут вот они как-то все соединяются вот здесь да да и получается большой толстый нерв который называется седалищный вот он идет и чаще всего он идет рядом с этим седалищной костью да именно здесь он тоже пережимается и тогда он эродирует в ногу он может где угодно оказаться и на внешней стороне и на внутренней и до пальцев доходит в общем все это страдает и мы это все избавляемся тем что расслабляем мышцы а мышцы этот как вы помните вот отсюда вот так вот вверх есть такие грушевидные мышцы не был переполнен ну примерно нарисую вот так вот эти мышцы да если они воспалены они передавливают этот нерв он прижимается к этим костям поэтому собственно говоря идет будет мы помните было и много да да может ему обладать и соответственно мы перебираем когда вы делали массаж вспоминаете массаж ягодиц да все места крепления вот этих мышц они вот так вот так вот будут крепиться и собраться крепится вот здесь вот этой бедренной кости теперь давайте со спиной это заканчивать что мы еще тут можно обнаружить мы можем обнаружить ребра вот если пощупаем да вот ребра идет вот ребро вот ребро то есть они примерно со стороны спины вот отсюда в этой проекции примерно по 45 градусов от позвоночника отходят загибаются и потом будет чуть-чуть вверх здесь вот мы видим вот это вот валик большой да это группа мышц которые общее название имеет паравертебральные мышцы красный покажем вот они у него большие вот такие вот поэтому мы их не будем разделять там более десятка мышц разных да они там крепятся и к воздушным кости и позвонкам и криво кому так и вот так вот они там по всякому ведут образуя общий такой валик трапециевидная мышца вот у данного человека очень хорошо видно вот она начинается по сути от головы вот так идет загибается вот туда до середины ключицы до половины ключицы вот отсюда вот до сюда крепится да поэтому мы и массируем с той стороны тоже когда на северную спину и шею да здесь она крепится к лопатке создавайте лопатками рисуем зеленым вот лопатку тоже вы можете прощупать вот она идет так почти треугольная до лопатки есть кость вот она кость такая выпирающая вот она похожа на плюшку и загибается уже промахнулся кожа не дает точно нарисовать и загибается вот сюда там как ключицы вот а кремиальный отросток от него отходит собственно говоря очень большую группу мышц вот идет задний пучок ключевой мышцы вот он перри средний пучок ведь это время что выключается вот передний пучок трепется дальше могут и не смогу нарисовать к ключице трапеция начинается чуть ли нет десятого позвонка грудного трапециевидная мышца вот отсюда его до сюда вот это очень большая мышца как вам уговорю да и и некоторые делят на три части там верхняя средняя нижняя некоторые на две части в разных на справочниках по разному здесь вот есть такой сухожильный треугольник ромб некоторые да тоже относится к трапеции и поэтому когда мы массируем смотреть вот волокна как расположен так вот так вот так видите разные стороны к лопатке то есть поэтому мы массируем вдоль них вдоль волокон с вибрацией изменяя ракурс видите вот так вот в стороны головы сюда головы сюда тут вот позвоночник и сюда подвигаем и это двигаем вот эту вот колбасу колбася сина которая называется паравентебральные мышцы а упору когда мы делаем до мононтер пивот если его отодвинуться мышцы да вот видно ребра тут вот такой бугорок попробовать кто кто хочет попробовать просить просили руку просто посмотрите отодвинул их посчитывают горы костный такой чувствуешь да вот собственно говоря вот этот реберный пояснично ребер на сочинение они находятся вот здесь то есть у позвонков у них есть еще поперечные отростки вот так и они соединяются только вот здесь на этом расстоянии и многие наши там мануальные приемы будут именно на вот эти вот позвонки сочинения given позвоночная потому что многие путают олиголь tousys позвонку на место поставил ничего позвонок он не поставил этот человек он именно вкус ну-то этих сущеigns давайте у каждого позвонка у него по 5 сочинений с верхнем с нижним соединяется с соседними позвонками через диск позвоночный исцероб Korea соединяется. Там очень много рассочинений, очень много где есть функциональных блоков артрозов. Вот в этих суставах есть там проблемы, там уже начинается артроз. В этих суставах болезнь Фористье, болезнь Бехтерева может начаться, если долго этим не заниматься и человек собой не занимается. У него это все прогрессирует, поэтому обязательно клиенту вам объясняйте, чтобы они ходили на массаж, чтобы эти суставы расковывались, чтобы там не было напряжения, сжатия, иначе артроз перейдет в более серьезной форме. А что такое болезнь Бехтерева? Это уже практически кальцирование вот этих суставов вокруг хрящей. Болезнь Фористье это когда уже кальцируются сухожилия и вплоть до мышцы, то есть мышцы становятся практически как кость, представляете? И иногда вот достаточно сделать какой-нибудь прием разжимающий вот эти вот косточки и человеку уже будет легче, буквально там за 3-5 минут можно помочь. Это сейчас мы будем все проходить. Далее смотрите, вот к этим нижним ребрам, ну соответственно почки находятся вот здесь, да, они прикрываются двумя ребрами 11-12, которые плавающие, они в 10 цвет. Они вот до конца не доходят, вот где-то вот так-то нибудь. Соответственно, когда мы делаем ударные техники, мы вот это место пропускаем, мы по этому месту не бьем. Бьем только там, где уже жесткие, у нас есть сочинение. Здесь есть квадратные мышцы, которые крепятся и параллельно подзлочной кости к этим ребрам, да, и вот наискосок в эту сторону и наискосок в эту сторону, поэтому их тоже достаточно плотно ими занимаемся и проходим. Мышцы еще есть ромбовидные, которые крепятся к ребрам, примерно вот такая зона крепления, поэтому получается ромб. Видите, похоже, малая ромбовидная мышца и вот тут большая ромбовидная мышца. Они, собственно говоря, опускают лопатку вот сюда и приводят, а приводят лопатку вверх, трапециевидная мышца. Вот трапециевидная мышца, я вам уже говорил, да, она уникальна тем, что она является синергистом, ой, и синергистом и антагонистом для самой себя. То есть у нее многие пучки синергичной мышцы какие? Это которые помогают совместно с другими, с основной мышцей, да, помогают ей сделать приводящие движения. А антагонисты мышцы, это которые делают противоположные движения. У нас получается, что плечо вот так оно поднимается за счет этой мышцы. Видите, она вспухла. А вот так она опускается за счет этой же мышцы, так вот другой, вот этой. Чтобы уточнее увидеть эту мышцу, попробуй руку сделать вот так, как будто бы сдаешься. Выше, выше, подними. Да нет, согни, согнив локти, локоть вверх, как будто загубу пытаешься завести. Тут только не заводи за голову, вот так вот так держи. Вот. И чуть лопатку не спусти. К столу, к столу, стои. Вот так вот, держись, вот так замри. Ага, вот смотрите, ее прям видно. Вот она, смотрите, вспухла. Вот она, вот она. Видите, прям выделилась эта мышца вот очень хорошо. Вот, терпится видно. Вот эти зоны и эта зона верхняя, все можно упускать. Сейчас так они друг друга являются антагонистами. Теперь смотрите, вот отсюда начинается, идет очень большая мышца, вот она, видите, какая. Кто-то ее крыловида называют, или крылья, когда вот эти. Утристи занимаются, да, широчайшая мышц спины. Она вот такая широкая, и она крепится к кости плеча вот там, вот спереди. То есть, она, собственно говоря, и занимается тем, что опускает плечо. Нет, вот так вот назад, приводится так назад и вперед. То есть, вот когда мы гребем, например, да. Вову, кстати, вот это, да, сделал. О, вот она, смотрите, выделилась, вообще очень красиво видно. Видите, смотрите, вот сюда камень, давай. Вот ее очень четко видно, вот она жесткая, да. Все, опускай руку. Ну ничего, скоро мы закончим. Так, теперь перейдем к ноге. Вот то, что мы делали, помните, вот эту кость бедренно отсюда растет. Нарисовать-то. Немножко вот так вот наискосок идет к колену. Вот так вот к колену она идет, да. От нее крепится, вот видите, тут сбоку получается, тут еще малый вертел берцовой кости есть, вот там на рисунке, посмотрите. Наверное, видно. Вот он, вот большой вертел, да, а вот малый. О, не берцовой, ошибся, бедренной кости. А, вот написано, вот бедренной кость, возом малый вертел, не крипс. Вот круговая зона. А вот это шаровидное вот такое сочленение, сустав шаровидный, да, собственно говоря, которые часто вы слышали, что меняется на титановый, там ставят. Вот эту шейку бедра, она чаще всего ломается и страдает, да. Но нам интересуют мышцы. Вот они отсюда. Большие мышцы и годится вот так идут. Вот отсюда. Вот она, вот до сюда. Да, 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 поднимает его, знаешь, как немножко вот так вот. Вот она, видно. Смотрите, вот она, где крепится. Видите? Вот ее место крепления гораздо ниже, чем мы думаем, что попа заканчивается. Вот. А вот еще один пачок пошел. Они такие, получается, V-образные. Вот так вот. Вот это малая ягодичная мышца. Там средняя еще есть, на среднюю. Среднюю отсюда не видно, не увидим. Здесь идут мышцы бицепса бедра. Примерно они вот тут уже на этом уровне заканчиваются. Все мышцы много, да, но мы только поверхностные. Что-то не рисует. К сожалению, как же так. Вот. Но от них, вот видно, сухожилие, вот оно пошло. Видите? Оно тянется ниже. Что? Еще кратко. Да, вы, мастер. Вот рисует вообще. А, что-то еще рисует. То есть оно крепится ниже на мышцах голени, потому что она поднимает. Видите? И с этой стороны идет мышцы вот она. Она, я знаешь, как называется? Полосухожилие на полу перепончатой. Да, вот она внутри вот там вот идет, ну, на внутренней части. Но крепится тоже ниже, да, чем складка. Вот. А сухожилие у нее идет аж чуть ли не до середины бедра. Вот до сюда. Далее, на икроножные мышцы. Они, вот мы, ну, оперативно, недаром визуальных делили, да. И тут визуально, если ты много сделаешь, так, нет, вот так. Вот видно, видите? Два шарика. Это вот одна окроножная мышца, вот вторая пошла. Вот с этой стороны видно, вот видите, это полоска пошла, да. Камбаловидная мышца, она находится под ними, с той стороны. И вот эта вот берцовая мышца, передняя, как она называется? Передняя большеберцовая. Передняя большеберцовая. Ну, наверное, с той стороны видно, давайте, давайте нарисуем. Вот она под камбаловидная, она тоже очень часто страдает. Вот она спереди. Она прямо вот параллельно кости вот этой, да. Да, прямо рядом, рядом с ней. Вот мы когда делали, помните, отводили от мяса, от кости, что на называется? Это мы вот ее расслабляли, это мышцы вытягивали. Опускай ногу. Вот, и тут сухожилие очень большое, вот такое. То есть вот эти две мышцы сливаются в одно сухожилие. Камбаловидная мышца плоская, которая под ними, она тоже сливается. Вот они все вместе сливаются в одно сухожилие, которое называется Ахилова. Так, нам тут... Ну, все, тут с мышцами мелочиться не будем, а перейдем к точкам. Вот какие мы прожимали акупунктурные точки, с диким цветом. И, соответственно, вдоль вот этой мышцы, да, мы давили, вот, от сгиба, да, от сгиба. Продавливали вот пять сантиметров ниже и чуть вот сюда, наружу. Это что? Акупунктурную точку мы продавливали. Помните, когда ноги проходили? Так, горючим, зеленый и другой. Вот, продавливали вот тут посередине, вот тут, вот здесь, вот здесь. Вот получались точки у нас, да. Да, на стопе мы продавливали точку, прожимали вот здесь вот две точки, и вот эта вот зона, я называю, улыбка дюймплена. Вот, это вот у нас, и, соответственно, тоже, это вот точка, отвечающая за половую сферу. Здесь вот у нас идет вот такая сеточка, мы рисовали, или клеточки у нас вот так шли, да. Просто у нас не посвящен семинар именно точкам, да, но примерно их расположение, он должен знать, вот это вот зона кишечника, желудочно-кишечного тракта. Вот мы каждую точку из этих прожимали. Как правило, в центре находится вот тут толстый кишечник, вот так он идет. Соответственно, левая и правая нога, если их соединить, у нас получается весь организм вместе. Ну, там я вам методически давал, там, кстати, вот это все нарисовано, которые соединяются, да, но только наоборот. То есть, правая нога отвечает за левую часть тела, левая нога за правую часть тела, то есть, точки они перепутаны. Ну, соответственно, получается, ближе к пятке это органы нижней части тела, там, малого таза, да, средняя часть это желудочно-кишечный тракт, верхняя часть это органы уже, вот тут легкие, да, сердцем, здесь уже пошла голова, глаза, там, зубы и так далее. Я иногда массирую человеку, говорю, вот я же массирую твой левая нога, да, а я массирую там правый глаз, правый этот зуб мудрости, да, правую щеку и так далее. Ну, они смеются. Соответственно, точек очень много, вот на каждой фаланге они практически есть, да. Вот основные только покажу, вот они есть, где мизинец заканчивается, вот тут вот точка большая, тоже отвечающая за половую сферу, и вот тут на угле большого пальца. С тыльной стороны, с внутренней, у нас расположены точки позвоночника, вот это предыдущие. Соответственно, вот здесь у нас получается крестец, вот поясница пошла, да, вот пошла без позвоночника, да, вот тут шея пошла. А палец голова? Да. По поводу точек, что мы еще прожимали, вот здесь, прям по центру, да, точки между двумя мышцами, вот здесь не по центру, а чуть-чуть на расстояние. Продолжение следует. Продолжение следует...